Всем привет! С вами Екатерина Корунт. Сегодня я покажу вам второй том замечательной трилогии, которая называется «Мечтатели про две». Я вам уже рассказывала про первый том. Сегодня я покажу замечательную вторую книжку. Она не менее удивительна, чем первая, но отличия все же в ней есть. Давайте посмотрим внимательно, какой интересный, удивительный у нее дизайн. По стилю она напоминает как раз таки стилистику первого тома. А вот по содержанию они очень и очень сильно отличаются. Если в первом томе нашей замечательной истории были слышны отголоски войны, люди воспряли духом, что война наконец окончилась, но рано они радовались, можно сказать. Ведь теперь политическая жизнь очень сильно изменилась. На книге это отразилось очень-очень знатно, на героях тоже. На дворе у нас 49-й год, январь. Мне очень понравилось, как называется самая первая глава у второго тома, что промокло в январе, заржавеет в феврале. И правда, спокойствие мирных граждан дало трещину. На дворе начались всякие митинги и протесты. Появились они не просто так. Ведь правительство всячески завинчивает винтики свободы миролюбивым гражданам, начиная от расовой дискриминации. Да и что уж там говорить, повсюду мерещатся советские шпионы, которые якобы покушаются на политические свободы страны. Из-за этого народ бастует, устраивает митинги против ФБР и представителей комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. И только в пансионе Джебуля жизнь протекает, как обычно. Девушки пудрят носик, делят между собой ванну, обсуждают последние сплетни и мужчин. И хотя с нашими героинями мы расстались всего на несколько месяцев, но все-таки кажется, что они изрядно повзрослели. У Джо теперь есть девушка, и ему теперь не придется скучать, ведь у его девушки Дидо есть скрытый дар влюпать в различные неприятности. Красотку Шик терзают муки выбора, ведь ее угораздило попасть в такой непростой любовный треугольник. Манхэттен, сама того не подозревая, вообще превратила свою жизнь в одну сплошную Санта-Барбару, но ведь ей самой же хотелось разгадать свою семейную тайну. Куда приведут девушек их мечты? Никому неизвестно, пожалуй, даже им. Даже красотка Хэндли не знает, найдет ли она своего замечательного Арлана или нет. А между тем малыш Огден растет, в окружении прелестных девушек пансиона Джибуля. В этот раз в компании приятных девушек мы проведем не только зиму, но и начало весны, отметим День Святого Валентина, Святого Патрика, и узнаем даже тайну Артемизии. В этой книге мы познакомимся с такими популярными звездами, как Вуди Аллен, Марлон Брандо, Фрэнсис Скотт Фитджеральд, Джон Гарфилд, даже выпьем вместе с Билли Холидей. А согласитесь, это очень и очень хорошая компания, особенно, чтобы встретить весну. А если вы все еще с ними не знакомы, то в конце тома, как и всегда, есть специальное приложение, в котором описаны все фильмы, спектакли, вся музыка, про которую говорится в книге. Так что смело открываем, изучаем, смотрим, слушаем, вдохновляемся эпохой, наслаждаемся музыкой, зрелищем, погружаемся в атмосферу непередаваемого Бродвея и готовимся к продолжению истории, ведь это же далеко не конец. Мы ждем с нетерпением завершающую третью часть нашей трилогии. Узнаем, что же все-таки преподнесет нашим героям судьба. Запасаемся носовыми платочками для сопереживания главным героям. Ведь финал уже близок, близка развязка. Мы узнаем, наконец, чем же закончатся и все любовные треугольники, и все разбитые сердца, и карьеры. Сумеют ли они их построить? И вообще, куда ведут мечты? Смогут ли наши герои найти свое место под бродвейским солнцем? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!